В июне 2021 года на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге правительство Рязанской области заключило соглашение с Федеральным агентством по туризму о развитии агломерации «Большое золотое кольцо» от Рязанского региона в проекте «Рязань», «Касимов», «Скопин» и «Рыбновский», «Рязанский», «Михайловский», «Клепяковский», «Касимовский» и «Спасский» районы. Ростуризм уже прорабатывает мастер-план вхождения, который определит приоритеты развития для каждого муниципального образования участника. У нас огромные потенциалы для развития. Откладывать на потом что-то – это стратегическая ошибка. Задействовать нужно все, причем здесь и сейчас. Проактивно использовать географическое положение региона, развитую транспортную сеть, все ее логистические коридоры, наш мощный кадровый потенциал, современную региональную правовую базу, модернизированное инвестиционное законодательство, уникальные природные условия, все условия для комфортной предпринимательской деятельности и реализации инвестиционных инициатив. Высокий потенциал областного центра отметил дизайнер Артемий Лебедев. Хотя работы предстоит немало, подчеркнул он. Я здесь в качестве гостя и посетителя новых городских объектов, которых я не был. Мы посмотрели лесопарк, мы посмотрели ВДНХ и глянули на кюран. Я считаю, что это очень потенциально очень интересные места. И это большое достижение, что у города есть такие территории, которые сохранились. Сейчас это все максимально не развито и максимально просто обладает потенциалом, который уже виден. Понятно, что это и станет местром притяжения, это ляжет в основу, вероятно, туристического направления. Городские округа претенденты получили статус исторических поселений. Два муниципальных образования в перспективе смогут получить этот статус. Шесть районов включены в действующие рекреационно-туристические кластеры. Рязанский, Касимовский, Полстовский. В Скопине и Михайлове сформируют этнографический кластер. Также на форуме обсудят текущие инвестиционные проекты, в том числе в сфере культуры и туризма, новые подходы к развитию и продвижению региона. Есть такая организация АКРА. Это компания, которая показывает некий кредитный рейтинг региона. Так вот, на сегодняшний день данная компания, рейтинговая компания, показывает стабильный прогноз. Что это значит? Это значит, знаете, такой первый сигнал инвесторам, что кредит на финансовую политику региона ведется правильно. Инструментарий для реализации всех проектов есть. Есть и деловая атмосфера открытого к обсуждению сообщества предпринимателей. И это тоже результат многолетней работы институтов по поддержке бизнеса, которая теперь приносит свои плоды. Форум стал крупнейшим деловым мероприятием со времени начала пандемии. А это явно хороший знак о продвижении вперед. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».